В Югре за прошлый год закрыли 7 интернет-магазинов, которые промышляли продажей наркотиков. Кроме того, полицейские перекрыли 25 каналов поступления запрещенных веществ из других регионов. Итоги работы подвели на заседании антинаркотической комиссии региона. В 2022 году к уголовной ответственности привлекли более 800 человек. Четверть сейчас отбывают наказание за сбыт наркотиков среди югорчан. Полицейские изъяли около 70 килограммов запрещенных веществ. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в регионе почти на 8% снизилась общая распространенность наркомании. Стал меньше и уровень пагубного употребления психотропных веществ. Тем не менее, наркоситуацию в регионе оценивают как напряженную. Добавлю, с 26 мая по 26 июня в Югре пройдет месячник антинаркотической направленности. В этой связи поручаю Департаменту региональной безопасности совместно с исполнительными органами до 15 апреля разработать модельную муниципальную программу и направить ее в муниципальное образование. Модельная муниципальная программа должна содержать решения по профилактике, прежде всего, незаконного оборота и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Звонки от мнимых работников банка или сотрудников полиции о переводе денег за содействие в решении ложных вопросов или помощи родственнику поступали многим из нас. По-прежнему телефонный звонок остается одним из самых распространенных видов мошенничества. Какие виды мошенничества вы знаете? Ну, в настоящее время, насколько я осведомлена, звонят, представляются правоохранительными органами, представители правоохранительных органов, просят там либо деньги на карты, что-то с родственниками случилось. Ну, такие нюансы, момент. Пока больше с другими не сталкивалась, слава богу. Ну, звонят из банков, говорят, что по их карте происходит списание. Давайте предотвратим это коды, номер карты и все. Недавно приходил участковый, проводил с нами профилактическую работу, рассказывал нам о том, какие есть виды мошенничества, о том, как нужно реагировать на это все, что не надо отвечать там, волноваться, торопиться. Несмотря на то, что уловки преступников становятся узнаваемы среди населения, они продолжают придумывать новые способы обмана. Теперь в арсенале мошенников и звонок от специалистов портала госуслуг, представляясь служащими государственной базы. Мошенники сообщают о якобы взломе профиля и просят сообщить секретные коды для сохранения персональных данных. Мошенник поясняет, что профиль гражданина взломан, после чего предлагает провести определенные действия, чтобы защитить данные. Призываем граждан быть мдительными, не вестись на уловки мошенников, не сообщать, если вам приходит смс-сообщение, не сообщать их ни сотрудникам банка, ни сотрудникам госуслуг, ни сотрудникам банков, ни сотрудникам других ведомств никогда не будет в ходе телефонного разговора просить у вас какие-либо смс-коды, либо другие ваши реквизиты. Активно обманывают нашего брата и в интернете. Причем в онлайн-магазинах жертвами мошенников могут стать как продавцы, так и покупатели. Поддавшись уловкам злоумышленников, люди переводят свои кровные на счет, указанный преступниками. Продолжается мошенничество, связанное с покупками различных товаров в сети интернет, на торговых площадках. Таких как Авито, Дром, Юла. Предприниматель города Советский решила заказать перед праздником партию цветов под реализацию, после чего нашла объявление на сайте Авито, после чего также вступила в диалог с продавцом цветов. В ходе диалога девушка была уверена, что разговаривает с профессионалом и была уверена, что это не мошенники. Но в результате чего она потеряла около 60 тысяч рублей. Мошенники с каждым годом становятся все более изобретательными. Ради легкой наживы они придумывают новые способы обмана. И сколько бы ни говорили об этом в средствах массовой информации, новых жертв становится все больше. Только с начала года полицейские Советского района зарегистрировали 22 преступления, связанные с мошенническими действиями. Галла Рублевская, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский. Несмотря на снижение количества пожаров, участники рейда проинформировали о мерах безопасности. Осторожном обращении с огнем, в частности с электроприборами. Из-за неисправности которых возгорания возникают чаще всего. А также напомнили номера телефонов экстренных служб. Рассказали жильцам многоквартирных домов, что нельзя перегружать электросеть и необходимо убирать подальше легковоспламеняющиеся вещества от детей. Данное мероприятие показывает свою эффективность. Опять же, за 2023 год у нас наблюдается снижение. 14 пожаров против 15 в 2022 году. В том числе снижение у нас идет в жилом секторе. Это 5 пожаров в 2023 году против 10 в 2022. Мы надеемся на то, что такие рейды способствуют, на то, что граждане адекватно воспринимают информацию, принимают ее, доводят до несовершеннолетних детей и стараются это применять в жизни. Специалистами нашего учреждения Кагалумского комплексного центра социального обслуживания населения проводится профилактическая работа по пожарной безопасности путем проведения бесед и распространения информационного материала. Также в рамках экстренная детская помощь и совместно с рейдами с представителем Кагалумского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, специалисты отдела надзорной деятельности порекомендовали жителям города приобрести автономные пожарные извещатели. Полностью автономный прибор работает от батареек, крепится к потолку на саморезы либо скотч. То есть он не требует какого-то сетевого подключения, как у нас сейчас граждане думают. Это вещь, которая издает звуковой сигнал при обнаружении пожара. Также, если он с GSM-модулем, он может передавать сообщения на мобильное устройство и на пульт пожарной охраны. В Югре запустили инфраструктурный проект «Современная школа». Это позволит повысить прозрачность строительства и правильно распределить ответственность за качество выполненных работ. В рамках проекта к концу 2024 года в Югре построят 9 общеобразовательных учреждений. Реконструируют две школы. Пять школ построят по концессионным соглашениям. Как итог, более 13 тысяч новых школьных мест. Отмечу, что проект реализуется в 11 муниципалитетах Югры. Уже заключены контракты на строительство шести объектов. Общий объем финансирования составит 13 миллиардов рублей. Большая часть денег из окружного бюджета. Полтора миллиарда – федеральная субсидия и один миллиард из казны муниципалитетов. Куратором проекта назначен заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. Руководитель проекта – директор окружного депстроя Григорий Невостроев. А заказчиком выступает директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. Основная часть структурных подразделений была размещена в здании нового административно-лечебного корпуса. Для этого мы отвели отдельно первый и третий этажи этого корпуса. На первом этаже у нас размещается отделение платных медицинских услуг и отделение медицинской профилактики. Почему мы сделали это? Потому что у нас эти два структурных подразделения работают в единой связке. То есть те пациенты, которые проходят профилактические предварительные медицинские осмотры, они тут же на этом же этаже проходят и те исследования, которые мы можем провести в рамках диспансеризации. Везде на стенах здания сейчас размещена временная навигация в виде стрелок и надписей, где и какой специалист ведет прием. В этом корпусе нет проблем с доступностью маломобильным группам, потому что есть лифт. Врачи-терапевты, кардиолог, кабинеты КГ, УЗИМ – все находятся на третьем этаже административного здания. Достаточно просторные помещения, конфилированные, в принципе, исследованные, в том числе, проводятся в этих кабинетах. Доктор, вам удобнее здесь? Просто замечательный кабинет. На первом этаже общая регистратура, гардероб, социальная аптека, отделение платных медицинских услуг и отделение медицинской профилактики. Югорчане, в принципе, все находят без труда. Здесь достаточно просторный кол, поэтому места вполне хватает для организации, так скажем, работы регистратуры. Регистратура у нас теперь универсальная, то есть та регистратура, которая была в детской поликлинике, она не исключительно на детскую поликлинику работает, она стоматология. То есть там же регистраторы, они все вопросы решают, касающиеся маршрутизации пациентов взрослых. Несколько узких специалистов тоже располагаются на первом этаже – невролог и офтальмолог. Коридоры здесь шире, чем были в старом помещении. Пациентам здесь намного комфортнее ожидать приема врача. Да и сами медики только радуются новоселью. Во многих кабинетах стало даже лучше, светлее и просторнее. Мне нравится. Светло, просторно, хорошо. Пациенты быстро находят, что говорят? Находят. Ну, с трудом сначала, но находят. Сложнее всего было перевести клиникодиагностическую и бактериологическую лаборатории. Много оборудования, специфические условия для его установки и работы персонала. Но руководство больницы с этим справилось в кратчайшие сроки без приостановления рабочего процесса. Так, теперь на четвертом этаже стационарного корпуса размещена бактериологическая лаборатория. Здесь пациентов не бывает, но условия намного жестче. Все должно быть стерильно, чисто, светло. Прежде чем перевезти сюда лабораторию, в помещение был проведен ремонт. Меняли полы, двери, красили стены. Переехали нормально, оперативно очень. Трудностей не было, все нам помогали. Поэтому все, сидим на новом месте, работаем. Все у нас нормально. Все нормально, все в соответствии с санитарными правилами. Клиника-диагностическая лаборатория находится на первом этаже корпуса, где раньше находилось отделение платных услуг. Все анализы теперь сдаются здесь. Переехали они за три дня, не останавливая рабочего процесса. По словам заведующей, осталось навести уют, развесить гардины, шкафчики. Переезд состоялся, в принципе, спокойно, потому что нам дали всех людей, грузчиков, сантехников, электриков, медтехников. Поэтому здесь работали очень большие команды. И первым делом мы перевезли биохимию, потом уже все остальные, там, клинику и врачей. Вот, поэтому сейчас мы работаем в прежнем режиме. Запускаем новый биохимический анализатор, который вот у нас стоит. То есть у нас приезжают инженеры. И начнем работать уже на более мощном оборудовании. Стоит отметить, что в этом году клиника-диагностическая лаборатория получила около 16 единиц нового оборудования. Частично оно уже установлено и используется в работе. Недавно мы взяли немецкий аппарат, FIMA Star 600. То есть это аппарат очень высоких технологий, биохимических. Мы взяли его для ургентной службы. И, в принципе, так как он у нас работает без водоподготовки, благодаря ему мы не прерывали процесса и спокойно переехали сюда. Потому что для остальных биохимических аппаратов для них требуется водоустановка. И сейчас вот на это место у нас станет китайский аппарат уже, довольно-таки мощный. Он уже у нас будет для всех остальных исследований. Здание взрослой полигриники полностью закрыто для посещения. Напомню, что этот больничный корпус начали строить еще в 1984 году. Завершили спустя четыре года в 1988. И с тех пор здесь не было капитального ремонта. Теперь трехэтажное здание реконструирует. Надстроят мансардный этаж, где планируется разместить все лабораторные службы. Значительно расширят коридоры, установят два лифта, заменят инженерные сети. Увеличат площадь кабинетов приема специалистов. Также в здании появится несколько отдельных входов, чтобы разделить потоки пациентов на больных и здоровых. Все работы планируется закончить в 2024 году. Дарья Фельчакова, Александр Спорыш, Югорск ТВ. Компания «Технобетон» на рынке строительных материалов работает с 2005 года. За это время менялось название, но неизменным оставалось качество материалов и продукции. Сертифицированные бетонные и железобетонные изделия, которые производит компания, изготовлены в соответствии с ГОСТом. Наш советский район, город Советский, соседний город Югорск развивается. Развивается жилое строительство, нежилое строительство. В связи с этим строительные материалы, как частные лица, так и строительные компании, везут с соседних регионов, с соседних областей, что является очень дорогим удовольствием. Поэтому «Технобетон» для этого и создался, образовался, чтобы изготавливать свою продукцию на рынке советского района, города Югорска, ну и для других соседних регионов. Большой ассортимент продукции производится из качественных материалов, которые привозят с других регионов. Песок, щебень и цемент имеют паспорта качества. В связи с ростом потребностей компания расширяет свое производство, вводится в эксплуатацию новое оборудование. В этом году мы приобрели бетонный завод. Производительность данного бетонного завода составляет 35 кубов в час. Доставку указанного бетоном мы осуществляем автомиксером, объемом 7 кубов. Также в прошлом году запустили новый вибропресс, который производит бордюры, тротуарную плитку и стеновые блоки. По технологии активная работа здесь идет только в теплое время года. Чтобы не простаивать зимой, компания открыла производство кормов для птиц и крупного рогатого скота. Корма изготавливается из зерна. Это пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза, жмых подсолнечников, кальций, без какой-либо химии, примесей и так далее. Для расширения производства в этом году также приобрели экструдер. Агрегат, в котором под высоким давлением и температурой 200 градусов готовится специальный корм для молодняка. Приобрести его можно как компаниям, так и частным лицам. Анна Абрамова, Александр Ахрамович, Телеканал Первый Советский. Скоро в Югре стартует приемная кампания в школы. Раньше всех детей в первый класс могут записать жители Белоярского района с 24 марта. Подача документов в Ханты-Мансийске начнется 27 марта, в Нижневартовске 28 марта, а в Сургуте 29 марта. Завершится приемная кампания в нашем округе 30 июня. Информацию об этом озвучил директор Департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. Он отметил, что заявления для зачисления в школу и документы можно подать лично в учебном учреждении, почтой и заказным письмом, а также в электронной форме через госуслуги. К слову, большинство родителей пользуются последним вариантом. Именно поэтому в нашем округе приемная кампания стартует в муниципалитетах в разные дни, чтобы все прошло без сбоев. Итак, то, что касается начала приема заявлений. Белоярский район, как я уже сказал, стартует 24 марта. 27 марта начинается кампания в Югорске, Когалыми и Ханты-Мансийске. 28 марта в городе Нижневартовске, 29 марта в Сургуте и в Ураре. 31 марта начинают принимать заявления Мегион, Покачи, Нефтьюганский, Березовский район, Радужный, город Лангебас, Кандитский и Сургутские районы. И 1 апреля, то есть в крайний день, Советский, Нефтьюганский районы, Нягань, Ханты-Мансийске, Нижневартовский, Октябрьские районы и город Пытьях. Вышивка, узоры и орнаменты, расшитые нитями и камнями. Живая выставка национального костюма на дне дагестанской культуры. Символично, что участницы этой выставки представительницы разных национальностей. Одежда горцев и горянок, аксессуары, головные уборы, ковры и холодное оружие. Каждый костюм – настоящее произведение искусства. Музыка словно из горных ущелий Дагестана. Блеск национальных костюмов и зажигательные танцы. Желающих увидеть это красочное действие было так много, что праздник перенесли из Центра национальной культуры в Дворец искусств. Свободных мест нет. День дагестанской культуры – это всегда яркая концертная программа. Визитной карточкой национально-культурного центра имени Расула Гамзатова давно стали ансамбль «Кавказ» и школа кавказских танцев «АСА». За каждым отточенным движением многолетний упорный труд. Артисты являются лауреатами всевозможных конкурсов. Их выступление бесспорно – украшение любого праздника. Артисты являются лауреатами всевозможных конкурсов. Национальный культурный центр народов Дагестана имени Расула Гамзатова активно сотрудничает с властями Нижневартовска по разным направлениям. Патриотическое воспитание, гармонизация межнациональных отношений. Также общественники занимаются благотворительностью в поддержку бойцов специальной военной операции. «Помогаем солдатам нашим, которые уехали именно с Нижневартовска, даже которые защищают нашу родину. Недавно мы от нашего общества купили квадрокоптер и отправили, ну, доставили. Ребята были довольны, и если ребята довольны, мы тоже довольны. Я думаю, может, чью-то жизнь спасли». Гармонизация межнациональных отношений и сохранение самобытной культуры народов Дагестана. Именно для этого был открыт Национальный центр имени Расула Гамзатова. Его активистам вручили благодарственные письма за активную просветительскую деятельность и личный вклад в популяризации родной культуры в нашем городе. Эльмира Казанина, Роберт Шерифьянов, Телеканал Самотлор. В Белоярском районе прошло открытое первенство по карате. Турнир состоялся уже в четвертый раз. И, как отмечают зрители и спортсмены, год от года уровень растет. Организаторы стараются удивить участников и гостей. На этот раз состязание открыли показательные выступления воспитанниц спортивно-цирковой студии и ребят из секции карате. Отмечу, что в этом году белоярские каратисты померились силами с соседями – нягонцами. Благодаря подобным соревнованиям спортсмены проверяют свои силы в поединках с равными соперниками, а тренеры выявляют сильные и слабые стороны своих подопечных, анализируют подготовку бойцов и проводят работу над ошибками. Во-первых, нам очень приятно сюда приезжать. Это ближайшие наши друзья, соратники, с которыми мы ездим на соревнования, с которыми мы участвуем и побеждаем, скажем так, другие города, друг у друга учимся, ну и мы просто близкие друзья. Нам приятно здесь быть, у вас красивый, приветливый город. И поэтому нам хочется сюда приезжать, и мы будем приезжать традиционно. С 10 февраля ребята соревновались в шести дисциплинах – Counter-Strike, FIFA, Dota 2, Valorant, Tekken и шахматы. Компьютерные игры участники проходили дома онлайн, а соревнования с приставкой – на базе молодёжного центра «Гелиус». Сегодня ребята в финальных играх боролись за звание чемпионов турниров Dota 2, Valorant и Counter-Strike. Зрители могли смотреть трансляцию на большом экране. Это очень популярное сейчас направление киберспорт, оно очень сильно развивается, по нему проходят чемпионаты мира, где собираются болельщики, как на футбольные матчи, и сейчас это направление очень сильно развивается. У нас уже даже есть такая практика, мы в декабре месяце вывозили команду из лицея на окружной турнир по доте в город Ханты-Мансийск. Ну как это было? Ребята достойно выступили, в призы не попали, но сейчас у них появилась мотивация больше тренироваться, чтобы в этом году уже показать лучший результат. Школьная киберспортивная лига представляет собой онлайн-соревнования среди команд и в личном зачёте. Так в видеоигре «Текен» лучшим стал лицеист Глеб Рыбьяков. В самом начале соперники были сложные, потом я понял, как играть и начал побеждать. Как говорят сами участники, компьютерные игры тренируют память, развивают способность быстро принимать решения и действовать, а также извлекать выводы из прошлых ошибок. Мы играли это всё около месяца, вот недавно закончили. Было сложновато, ну на групповом этапе было легко, потом, когда мы вышли уже в четвертьфинал, было немного посложнее и в конце там немножко не доиграли и проиграли. Вот заняли третье место. Любители игры в футбол соревновались в FIFA, а сегодня пришли на гранд-финал, чтобы просто поболеть и понаблюдать за игрой геймеров в других дисциплинах. Три дня мы играли, получается, первый раз в групповой этап, прошел потом полуфинал, потом финал. Всё, вот и второе место. Финал проиграл. Почему проиграл, как сейчас? Не знаю, не повезло, не получилось. Как с учебой соглашались? Да что, я каждый день играю, не так, когда захочешься, проиграй. Для удовольствия. То, что прям посвятится туда, ну нет. Пока что нет такого желания. Если будут какие-то турниры, всегда участвую. Внимание зрителей и болельщиков было приковано к тем, кто на сцене и на большом экране они могли наблюдать за командной игрой, оценивать выбранную тактику и ход игры. Мы решили участвовать, потому что нас собрали команду, которая умеет играть, и пошли попробовать. Ну и вот, уже финал. Сложно было в финал пробиться? Да не особо. Мы все игры играли, выиграли. Киберспорт – это интересный способ показать себя или, ну, как-то выявиться, показать то, что ты умеешь играть. А игра, ну, шутер со способностями прикольные. Мне нравятся игры, поэтому я решил участвовать. Ну, за киберспортом слежу. В общекомандном зачете лучшими стали студенты Югорского политехнического колледжа. Такие большие соревнования проводятся раз в год, а раз в три месяца организуются турниры по различным дисциплинам на базе компьютерного клуба. Участники уже с нетерпением ждут следующих встреч, чтобы улучшить свой результат. Дарья Фельчакова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ.